Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 5 ноября, Православная Церковь совершает память апостола от 70 Иакова, брата Господня по оплоти. Апостол Павел в послании Галатам пишет, что вместе с апостолом Петром почитались столпами церкви и апостолы Иаков и Иоанн. Святой Иаков был сыном Иосифа-обручника от его первой жены и потому в Евангелии называется братом Господним. Согласно преданию, Господь Иисус Христос явился ему после своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской Церкви. Таким образом, на долю апостола Иакова выпала особенная деятельность. Он не путешествовал с проповедью по разным странам, как остальные апостолы, а учил и священно действовал в Иерусалиме, имеющем столь важное значение для христианского мира. Как глава Иерусалимской Церкви, он председательствовал на апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году. Голос его здесь фактически был решающим, и предложение сделано им стало резолюцией апостольского собора. Это обстоятельство имеет важное значение ввиду притесаний католиков возвысить апостола Петра на степень главы Церкви для того, чтобы затем утвердить это главенство за римским папой. Значение апостола Иакова еще более укрепляло его подвижническая жизнь. Он был строгий девственник, не пил ни вина, ни других спиртных напитков, воздерживался от мяса, носил одежду только льняную. Имел он обыкновение уединяться для молитвы в храме, и там коленопреклонно молился о своем народе. Он так часто простирался на землю в молитве, что кожа на коленях его огрубила. Служение апостола Иакова было трудное среди множества самых ярких врагов христианства, но он поступал с таким благоразумием и справедливостью, что его уважали не только христиане, но и иудеи, и называли опорой народа и праведником. Пребывая в должности иерусалимского епископа около 30 лет, он распространил и утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Когда апостол Павел в последнее свое путешествие посетил апостола Иакова, то в то время собрались к нему пресвитеры, и об успехах христианской проповеди среди евреев передали ему следующими словами. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Многие из евреев обращались к церкви по одному доверию к слову праведника. Видя такое влияние апостола, иудейские начальники стали опасаться, как бы весь народ не обратился ко Христу и решили воспользоваться промежутком времени между отъездом прокурора Феста и прибытием на его место Альбина. Для того, чтобы или склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить его, первосвященником в это время был безбожный Саддукей Анан. При большом стечении народа апостолов ввели на порте храма и после нескольких льстивых слов пренебрежительно спросили. «Скажи нам о распятом. Вы спрашиваете меня об Иисусе?» громко сказал праведник. «Он сидит на небесах, одеснуя Всевышней силы, и снова придет на облаках небесных». В толпе оказалось много христиан, которые радостно воскликнули «Ассанна сыну Давидову». Первосвященники же и книжники закричали «О, и сам праведник в заблуждении!» и сбросили его на землю. Яков мог еще подняться на колени и сказал «Господи, прости их!» «Они не ведают, что творят!» Побьем его камнями закричали его враги. Один священник из племени Рихава, они не пили вина, жили в палатках, не сеяли ни пшеницы, ни винограда. Начал уговаривать их «Что вы делаете? Видите, праведник за вас молится!» Но в эту минуту один из увер по ремеслу суконщик ударил своим вальком апостола по голове и умертвил его. Вместе с ним было умерщвлено много христиан. Иудейский историк Иосиф Лавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, что Господь наказал евреев, между прочим, за убиение праведного Якова. Апостол Иаков незадолго до своей смерти написал соборное послание. Главная цель послания – утешить и укрепить обращенных к вере иудеев в страданиях, которые предстояли им, и предостеречь их от заблуждения, будто бы одна вера может спасти человека. Святой апостол объясняет, что вера, несопровождаемая добрыми делами, мертва и не приводит ко спасению. Церковное предание приписывает апостолу Иакову составление древнейшего чина Божественной Литургии. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется принесение мощей праведного Иакова Боровического Новгородского Чудотворца, и совершается память святых. Святителя Игнатия, Патриарха Константинопольского, Преподобного Елисея Лавришевского, Священомучеников Николая Агафонникова, Владимира Амбарцумова, Александра Соловьева, Николая Архангельского, Емельяна Гончарова и Сазонта Решетилова-Пресвитеров, Преподобного мученица Антония Тимофеевой, послушницы. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok